Всем привет! Вы на канале у обыкновенной жизни на необыкновенных Филиппинах, где я рассказываю о своем опыте проживания в этой чудесной стране. Сегодня мы планировали выйти на одной из наших водок в море, снять об этом ролик, а заодно и ответить на ваши вопросы, по вашим просьбам, о том, как на Филиппинах приобретаются лодки, какие документы нужны для их оформления, а также о порядке выхода этих самых лодок в море. Но погода решила иначе. Море с утра штормит и абсолютно не подходит для каких-либо лодочных прогулок. Ветер дует, не переставая, весь день напролет, и ни один причем. И я хочу сказать, что это реально какая-то аномалия. Декабрь и январь на Филиппинах считаются сезоном дождей, штормов и тайфунов. В прежние годы к концу января непогода уже заканчивалась, и в феврале были ясные солнечные жаркие дни, но не в этом году. Это замечают и местные рыбаки, которые попросту не могут выйти в море. Поэтому сегодня мы остаемся без морских прогулок и занимаемся дома каждый своим делом. Прогулка на лодке и рассказы о ней будут чуть позже. Поэтому речь сегодня пойдет не о лодке, а о еде. Причем о постной еде. Не о вегетарианской, когда в пищу употребляют фрукты и овощи, а именно постной, когда отказываются всего лишь от мяса, но едят рыбу и морепродукты. Я думаю, эта тема будет многим интересна. Достаточно много людей в определенные периоды своей жизни отказываются от употребления мяса в пищу. К примеру, это верующие в дни постов. Ну, а некоторым мясо запрещено в силу их физического здоровья. А есть и такая категория людей, которые, отказавшись от мяса, не отказались от рыбы и от морепродуктов. Я даже прочитала в интернете, что такие люди называют себя песко-вегетарианцами. Так вот, я думаю, что и им эта информация будет полезна, если они соберутся на Филиппины. В этом ролике я накрою стол из блюд, которые я приготовила без использования мяса. Покажу процесс их приготовления, а также укажу цену продуктов, которые я использовала в этих блюдах. Мы с вами посмотрим, проанализируем и сделаем вывод. Дорого или дешево жить на Филиппинах без мяса? Друзья, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы узнать больше информации о обыкновенной жизни на Филиппинах. Ставьте лайки, если мои ролики вам нравятся. А также задавайте свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Я тоже порой не ем мясо, и иногда такие дни выпадают на праздники. Как вышло и в этот Новый год, мне пришлось пофантазировать, чтобы накрыть праздничный стол. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Далее я поделюсь рецептами приготовления этих блюд и озвучу цены на основные продукты, которые я использовала в них. Сразу показываю вам цены на креветки, потому что рецепта приготовления их в этом ролике не будет. С ним вы можете ознакомиться в одном из моих прежних видео. Бангус или Милкфиш – самая распространенная рыба на Филиппинах. Ее можно купить повсеместно. Начнем с того, что почистим эту рыбу и нарежем вот такими вот кусочками, положим в контейнер и отправим на сутки в холодильник для того, чтобы проморозить. Перед засолкой я обязательно всю рыбу промораживаю. Другую часть рыбы мы филируем. Ее мы будем просто жарить и готовим сейчас для этого. Просто солим, перчим, добавляем любимые специи. И также на некоторое время убираем в холодильник, чтобы она полежала в этих самых специях, приняла их вкус и замариновалась. Когда приготовленные стейки бангуса достаточно проморозились, можно начинать солить рыбу. Даем рыбке совсем немного времени, чтобы она чуть-чуть оттаяла. И готовим из нее вот такие филейные кусочки. Я вам сейчас покажу, как это сделать проще. Чуть подмороженную рыбку разрезаем по хребту и тогда косточки из нее удалить очень и очень легко. Приготовленное и сложенное в контейнер рыбное филе теперь необходимо залить сваренным заранее и остуженным тузлуком для засолки рыбы. Приготовленная по этому рецепту рыбка готова к употреблению уже через 3-4 часа. И вы можете не переживать за свое здоровье, поскольку не отравитесь, так как рыбка ваша была проморожена. Ну а полежавшее в специях рыбное филе мы просто обваливаем в муке и обжариваем на растительном масле до золотистой корочки. И это я вам скажу очень и очень вкусно. Ну а сейчас я поделюсь с вами рецептом маринованных шампиньонов, которые я нашла на просторах интернета. Берем пару банок консервированных целых шампиньонов. Нам нужно слить с этих банок рассол в какую-нибудь кастрюльку. Сейчас мы его будем переделывать, так как изначально в консервах он безвкусен. Для этого добавим в него уксуса, лаврового листа, перца горошком и чищенного репчатого лука. Чем больше, тем вкуснее. Отправляем на огонь этот рассол и кипятим буквально одну минутку, чтобы не сварить лук. Затем в горячий туз лук ложим наши грибочки. Не забываем вынуть лавровый лист, так как рассол от него станет горьким. Накрываем крышкой, остужаем и отправляем на ночь в холодильник. После чего наши грибочки готовы. Вкуснятина! Сегодня мы будем готовить вот такие вот древесные грибы китайские. Их я привезла из России. Там я купила их в Китае, но в России, в нашем городе тоже такие продаются. Мне очень нравятся они, когда я готовлю их по-корейски. Вот в таких вот пачечках. Сушеные черные древесные грибы. Внутри пачечки вот такие вот грибочки. Их мы освобождаем от сарафана. Многое сегодня готовить не буду. Они разбухают, эти грибочки. Когда их заливаешь водой, их становится много. Кстати, на Филиппинах я видела, что такие грибочки продают на шопе. Но не обратила внимания, сколько они стоят. Сухие древесные грибы необходимо залить кипятком. Потом, когда они разбухнут, прокипятить минут 5, остудить и нарезать. В этот салат я также добавляю пошинкованную морковь. Ну а далее следует порядок приготовления обычных корейских салатов. То есть добавляются соль, сахар, специи. Это аджинамото обязательно. Без него корейские салаты не аунтичные. Красные и черные молотые перцы. Сверху выкладывается горкой порубленный чеснок. И все это заливается кипящим маслом. Все перемешивается, настаивается. И наш очень вкусный корейский салат готов. Кстати, если у вас нет гривесных грибов, в магазинах продаются сухие шитаки на Филиппинах. Их можно также замочить и порезать, и приготовить подобный салат. Ну или на худой конец взять обычные резанные шампиньоны в банках. Для того, чтобы приготовить рулетики из баклажан, нарезанные подсоленные баклажаны обжариваем на гриле. Если нет электрогриля, их можно обжарить просто на сковороде в небольшом количестве масла. Затем просто сворачиваем баклажаны в рулетики, фаршируя их морковью по-корейски, приготовленной по предыдущему рецепту. Грибешки на Филиппинах вот такие вот крошечные, но не менее вкусные. Поэтому их и готовят целиком. Я посмотрела этот рецепт у одного филиппинского кулинарного блогера. И теперь готовлю гребешки только так. Они получаются очень вкусными. И научу это делать вас. В обжаренный лук, чеснок, имбирь добавляем соевый соус. Немножко прожариваем все. И ложим сюда же целые, хорошо-хорошо промытые в нескольких водах прямо гребешки. Накрываем крышкой и тушим минут 5. Затем добавляем уже наполовину приготовленные гребешки с полстакана спрайта. Хорошо перемешиваем их и снова закрываем крышкой и тушим минут 10. За эти 10 минут гребешки нужно еще несколько раз перемешать. Затем посыпаем гребешки зеленым луком и буквально через пару минут они готовы. Кстати, в этих ракушках мне попалась вот такая вот черная жемчужина. Сюрприз! А отваренную в мундире и порезанную на четвертинки картошку я просто обжарила с лучком и добавила в конце чесночка. Обычно я готовлю такое блюдо в духовке, но здесь у меня духовки нет. Поэтому вот так. Ну а теперь вы можете для себя сами прикинуть и посчитать, во что обойдется житье-бытье на Филиппинах без использования мяса. На вот этих вот моих примерах. Рыба бангуз, которую я вам сегодня показала, здесь считается одной из самых недорогих. И если вы хотите разнообразить свое рыбное меню, будьте готовы платить за рыбу как минимум в полтора-два раза выше. Привычные для нас и совсем недорогие в России картофель, морковь и лук на Филиппинах очень дороги. И я хочу заметить, что цена на них неуклонна по чуть-чуть, но растет. Так что если обобщить все то, что я вам сегодня рассказала, можно сделать вывод, что питаться на Филиппинах исключительно овощами, морепродуктами и рыбой совсем не дешево. И порой просто легче купить и съесть кусок мяса. Получилось так, что в силу своей занятости я монтировала этот ролик несколько дней. И за этих пару-тройку дней погода вовсе не успокоилась. Обратите внимание, на море все такой же шторм, а рыбаки убрали все свои лодки. По данным синоптиков на Себу вновь надвигается буря и шторм. Сегодня к вечеру обещают усиление ветра до 34 метров в секунду. А через день, когда шторм окажется у самых берегов Себу, ветер будет достигать 55 метров в секунду. Так что, друзья, пожелайте нам успехов в этом испытании и встретимся на настоящих Филиппинах!